Из-за пандемии в Евросоюзе временно закрылись цирки и другие культурно-развлекательные учреждения. В них работает почти 9 миллионов человек, которые теперь беспокоятся за своё будущее. Гимнастка на трапеции попросила перевести трёхписячную минимальную зарплату из фонда поддержки самозанятых. Пока она пытается сохранять физическую форму, упражняясь дома в Нидерландах. «Чтобы тренироваться на трапеции, мне нужно определённое пространство, особые условия, снаряжение и меры безопасности. Говорит Джулия Кампистани. Но теперь, когда мы на карантине, появились новые возможности. Можно использовать время, чтобы творить, записывать идеи, мечтать. Я часто общаюсь или тренируюсь с людьми, которые меня вдохновляют на что-то новое. Вот где и как я сейчас работаю». Большая часть обычной аудитории на самоизоляции, где наслаждается фильмами, музыкой и другими формами искусства по интернету, в основном бесплатно. Это означает, что их создатели будут меньше зарабатывать. Генеральный директор Европейской Федерации кинорежиссёров сообщила, что они почти перестали снимать. «Бизнес-модель разных форм вещания в значительной степени пострадает от потери рекламных доходов и трудностей с доступом к свежему контенту в ближайшие месяцы», – говорит Полин Дюран-Виале. «Всё это негативно влияет на выплату авторских гонораров, а также на нашу способность в среднесрочной перспективе вернуться к работе». Еврокомиссия объявила чрезвычайные меры для культуры, в частности, выделение 2 миллионов евро на поддержку исполнителей, 5 миллионов опустевшим кинотеатрам, а также выплату пособия по схеме для временно безработных ЩО и предоставление грантов в программе «Креативная Европа». Эта программа получила 1,5 миллиарда евро из бюджета ЕС с 2014 по 2020 год. Глава Комитета по культуре Европарламента призывает удвоить эту сумму в следующие 7 лет. «Это нужно сделать так, чтобы привлечь и другие программы поддержки, будь то ЩО для работников, деньги из фондов регионального развития или средства из запасов на случай чрезвычайных ситуаций», – сказала Сабина Верхейн. «Мы также просим помочь творческому и артистическому сектору, особенно в цифровой среде, создать систему распространения платных произведений, с которых их создатели получали бы отчисления». До пандемии индустрия культуры производила 3,8% ВВП Евросоюза. Ей и туризму потребуется особенно много времени на восстановление.